Там у моря От печали сдавила мне грудь, жаль увижусь не скоро с тобой, светлой моей звездой, а волны снова вдали, который день от земли, который год от тебя, веру в любовь храня. У самурайских высот и у ирландских равнин, у самых дальних широт был лишь тобой томим. Друзья, всем привет, с вами я одесский моряк, ёшкин ты кот, Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Всем шалом. Ребята, моряки, а точнее капитаны, мы на базе. Короче, по-морскому сегодня, а музыка хорошая. Та ты шо, чего не хватает в этот морской день? Свистать всем нах... Куда? Где они готовят моряки? Комус. Нет, кому все они нет. Туда, коку на кухню. Короче, ребята, сегодня будет морской рецепт, вы не понимаете какой. Хлеб, настоящий, ага, мясной. Моряки, почему его любят? Потому что, ну, во-первых, мясо хочется побольше. Правильно, она же не каждый день, где у тебя привоз под боком. Во-вторых, это калорийное, вкусное и элементарно простое блюдо. Ты познавался? Да. Очень дети любят. А еще и дети. Дети моряков. Ты шо, вообще обожают? Тихо, не буксуй, скоро до тебя очередь дойдет. Не-не, баб Катя, это я не вам, извините, пардоните, да-да. А где ты это взял? Будем сегодня готовить. А я уже не понимаю, какая Катя мне шо говорит. Да, это моя, там несет всякое. Все, не буду вас отвлекать, хлеб готовим, чтобы вы знали, да, и всем там скажите на привозе. Мясной. Ага, не, не рыбный. О, то есть этот, где фил де фиш, там рыба фаршированная, а это то же самое, только из фарша будет. Кайфанете, короче, до встречи на ютубе. Все, де люблю, де целую. Всем любованием де привет. А шо я не то сказал? Да можно тебя попросить кое о чем? Да поправь Марату капюшон, а то опять все видео писать будут. Слушай, там в Одессе штормовое, успокойся, елки-палки. Это паруса у него, не алые, но паруса. У меня как-то сегодня очень серьезное настроение, чтобы ты понимал. Я просто в шкафу, чтобы отличить. Моряки не оправдываются. Не путать жилетки в шкафу. Я говорю, с капюшоном у него бес. Прекрасно. Моряки не оправдываются, а капитаны вообще редко разговаривают. Просто вот в рынду дал, ботсмана позвал, все, понеслась, ешкин ты кот. Смотри, публика. Сидят, смотри, дети, елки-палки. Вот ты сказал, что дети любят это блюдо? Короче, вот для них и готовим. Мама дорогая. Славик. Ребята, я вам сейчас такое покажу, вы кайфанете. Я вообще в шоке. Марат аж замерз. Да ты шо? Ефимыч, спасибо огромное. Лежит кусок хорошего лося. Домашнего. Настоящего. И у нас с Маратом... Домашний лось это сильно. Хорошо, ладно, там, ну полу дикий там. Короче, вот такие этажинчики есть, кому интересно. Сережа, что это? Катя, успокойся. Это такое красивое. Это Слава сделала. Майкун? Нет, я знаю, кому мы должны подарить эту кружку. Алиночке? Конечно. Алина Маршал? Это хозяйка головных уборов вот этих капитанских. Ты вообще любого хорошего настроения, что живет у нормального одессита в голове, да. И если ты одессит, и как это, да, закинула тебя за 39 земель, но в душе ты одессит, так и тебе не хватает по-любому такого фурика. Какая красота, Славик, просто бесподобно. А потому что человек талантливый. Ты понимаешь, такое творить? Очень красивая чашка. А не да, какая вкусная в них получается. А напитки? Ладно, хорошо, это Алиночке, телефон Алины я оставлю, телефон Славика оставлю, так что, ребята, звоните, пишите, они не быстро делаются. А Славик, я сейчас с ним разговаривал, ну и дай мне телефон Маратика, я ему передам. Я говорит, Серега, звонят, пишут за границей в основном. Понял? И все хотят. А я же не успеваю по почтам бегать, у него все время... Все руки в глине. Очень правильная форма, он очень вместительный, не знаю, здесь грамм 700-800 еды поместится, если не больше. Маратик, я думаю, что здесь на двоих мы треснем, понял? С одного. Да. Так что... А я вот уже приготовила в горшочке еду. Кстати, я думаю, чем пахнет? Слышишь, я думаю, я стою тут, подготавливаюсь, тебя жду. Я когда только засрел, я понял, что что-то... Думаю, что там за смех на кухне, понял? А она, короче, оказывается, затейница. Тоже Славика творения. Глечик. А она там готовит, понял? Там курочку, короче, туда-сюда. А я там пошутил на днях недавно, что... На диету, да? Я не так сказал. Я говорю, Катенька, что-то, короче, это, смотри, у меня времени моего личного стало меньше. И я себе понял, что мы теперь с ней на полчаса дольше обнимаемся, понял? Ну, пока ты это все обнимешь, короче, время уходит. Она неправильно меня поняла и с сегодняшнего дня села на диету, да. И вот она, короче, теперь решила готовить сама. Катя, я еще век на лодке не кататься, я не подглядывал. Что ты там моя любовь накиселила, я даже не знаю. Хочешь попробовать? Это какое-то оливье. Марат, ну, в горячее оливье, ну, елки-палки. Почему нет? Короче, я тебе сейчас скажу. Тут все, что было в холодильнике. Так. Грибы, творог, курица и что-то еще. Сейчас, возьми, пожалуйста, ложку. Катенька, ты посмотри, как оно взялось. Это бульон, между прочим. Я знаю, что бульон. Там нету ни капли масла. Я вижу. Вот эти капельки, это чисто с курочки. Да, ни капли масла. Ты большая, молодец. Диетическая еда. Пахнет очень приятно. Родненький. Я чувствую даже закрытую чувствую. Я хочу сказать, что любое блюдо, приготовленное в глине, придает ему совсем другой вкус. Это. От слова вообще другой. Да. Никогда никакая кастрюля не заметит. Кормим Катю и начинаем снимать. Нет, пусть томится. Мы сейчас что-то начнем делать. Я чувствую, что там еще надо пару-тройку минут. Ты выключил? Да. Хорошо. Смотри, центральный я выключил, боковые на минималочках. Пусть оно его потихонечку греет и ласкает теплом. Та ты шо? Славик, родненький, ты шо? Теперь мы будем такое творить. Ёшкин ты кот. У меня, Марат, что? Куда это убрать? В надежное место. Давай пока уберем, потому что нам сегодня место понадобится. Ты шо? Так не можно. Место понадобится. Я из намеченного хочу сделать толстолобика, замариновать люди, гости нашего города и одесситы. Короче, наши подписчики, которые приходят, говорят, Серега, давай побольше липованской кухни. Хотим познакомиться, хотим проникнуться, хотим стать липованами в конце концов. Ну, стать липованами, это вам вилково надо. Два дня, ребята, на вака, кровь у вас меняется. И ты хочешь, не хочешь, начинаешь говорить с приставкой ды. Да я пошел, да я пришел, да как все вкусно, ой, ды бравенька. Вот такая погодка, я все время хочу вилково, сразу моментально. Катенька, когда мы поедем вилково? Выезжай завтра. Вот у человека потихонечку идет внутри перетрубация. Ды липован. Это когда из еврея, короче, в липовании потихонечку перевращаешься. Да я не знаю, какой там еврей. Какой оригинальный я видел. Марат, у меня для тебя новость, не пугайся. По-моему, Марат испугался. Ты фильм смотрел, трое. Конечно. Вот нам вчера на барахолке попался его, его этот, как это, потомок. Марат. Ты уже катался? Чтоб ты понимал, он старше Буратино, ну, веков на 4. Такую раритет оторвали. Я тебе говорю, блин, один, сколько, были на барахолочке. Марат, что мы там такое видели, ты не понимаешь. Может, что-то и не видели. Мы поздно поехали. Но было хорошо, приятно, культурно. Так, конь, так может, его и назовем Троян? Легко. Все, и Кате веселее будет все-таки. Уже не одна в доме. Я знаю, что я хочу? Сегодня нам надо будет фарш делать. Марат приходит, говорит, доставай мясорубку. А я же вспомнил, что у меня с Кировограда 1959 года. Марат, почти твой год рождения. Ну, да. Ну, лежит. Так это же дядя Дима наш, который маэстро по топорам. Он ее отреставрировал. И я предлагаю в этой красивой чистой тарелочке попробовать. С удовольствием. Маратик. Ты крутишь, я смотрю. С удовольствием, родненький. Это я тебе и не дам, потому что сам люблю. Это же как и этот, как и еда из Глэчика. Ручная работа, она в разы будет вкуснее. Давай, нарезай мне мяско, подавай сюда в миску, а я сейчас. А я еще, а я. О, не-не, пардонки. Иди сюда. Сразу, пока я песнями не заспамил наше видео, объясни людям, что здесь громовка очень имеет. Да, здесь громовка имеет важность. Важность. Да, очень важно. Значение. Любовь моя, спасибо. Я готовил недавно это же дома у себя, только из говядины. Из чистой. Сегодня решил немножко смешать со свининкой, потому что было чуть-чуть сочнее. Значит, кило двести фарша должно быть. Готового фарша. Готового фарша. Ну, тут вот телятинки 820 грамм, тут чуть-чуть больше, мы сейчас 180 грамм отсюда уберем. Со свининки ты хочешь убрать? Да. Или с говядинки? Нет, со свининки. А будем делать 50 на 50? Нет. Ладно, хорошо. Один к трем. Маратик, ну ты же не забудь здесь пару кусочков салата для сочности. На вес не идет. Согласен, согласен. Я вот, я с него и начну. А ты мне вот сюда мясо подавай, готовое. Сейчас я тебе все. Марат, ты снайпер, елки-палки. Ты шо, Катя, покажи, шо он умеет. Ну, часы евреи, понимаешь? Ну, вот один грамм, ну, не додаст. А вот это вы кому оставите? Это мы оставим тебе, а ты себе подаришь. А у меня по... Ты теперь готовишь сама? Давай я теперь порежу вот это. Давай. Все, это режь. Катя, завтра что ты че в зайчике приготовишь? Свининка не подходит. А в твоей деятельности есть свинины? Нет. А если это хорошая свинина? Тоже не подходит? Тебе пожарю беточки. Ладно, жарь. Висы нам еще пригодятся, да? Да. Все, ладно. Сухари панировочные вижу есть. А ты хотел Марата угостить? Чем? А, ну так он уже угощается ассортиментом. Маратик, ты продолжишь виски пить, как Катя вчера? Или все-таки попробуй что-нибудь достойное? Ты, Ром, любишь? Я все люблю. А джин? Я джин люблю. Подожди, ну... Серьезно, Марат? Да. А что ты яблочки не съешь? Ты что, первый день за... Я съем, не переживай. Так это уже надо будет через час было, надо съесть. Сейчас ты поставишь на паузу, я съем. Я, кстати, с ней тоже... Ну, надо с пепси-колой. Я тоже... Ну, извините, будешь без пепси-колы пить. Ну, слушай, ну с пепси, понятное дело, в любом, не знаю, там, на пляже, на где угодно там. А это же хочется, чтобы ты именно оценил сам продукт. Я просто оценил. А ну да, я понюхаю, мне интересно, есть вот... Обалдеть! Прямо ямайским ромом пахнут сумерки. Боже мой! К этому всему только сумерок не хватает. Ну, будут скоро. Кать, 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 посмотри, синячки. Да вон ты, звезда. Видишь? Одна. Да не одна, вон там еще три на дереве, они сейчас летят, только что три было. Думал, проглючила. Ты, да не подходи, пусть поедят спокойно. Ты понял, Марат? Сыр, они по очереди летают. Двое на шухере сидят, одна кушает. О, двое. А что там у нас здесь? Ура! Не, а там ничего нет. Ура! Мне кажется, что они больше как на карусели катаются, понял? Не, я шучу, я же туда... Мы же на привозе взяли семечки, смесь вот эту. Марат, он такой молодец, он целыми днями здесь что-то делает, слышите? Награбал там, он поподрезал, навычищал. Катя. Вы уже подснежники свои показали? А у нас даже наши вырезали. Нарезай меня. Слушай, а ну, постой, пока ты руку не запачкал чем-нибудь другим, попробуй, потому что мне надо уходить. В рейс, в рейс меня зовут. Это ром ямайский. Дай ему яблочко кусочек. Не надо. Он знает, где лежит. Вот так вот, чисто без балды, по-капитански. Тебе очень понравится. Да. Обалденно. Вкуснячий, мягкий. Мягкий, это не 70 градусов кубинский, а такой мягенький-мягенький. Да ты шо? Там еще горилочка и джин есть. Ладно. Просто шикарно. Что там, хвастаться не буду, там все в процессе. Катенька, я подожду, пока ветер утихнет, штормовой. Ты еще хотел показать? На, я рассею травичку. Все, пора уже засаживать по полной. Смотри сюда. Ребята, спасибо огромное за вот такие вот... Что это, как это называется? Клумбы. За клумбочки. Допустите, как красиво уже сразу благородно становится. Вот это у меня в процессе. Заделаю ее. Крокусы не успел посадить. А куда ты их посадишь? А давай туда вот. Да подожди успеем. По снежничке посажу. Посажу. Тут я начал копать. Там потихонечку лес расчесывать. Ты видишь? Не успел, Марат пришел. Мне кажется, эту розу надо чуть подрезать. Смотри, как здесь красиво стало. Вот сдалека. Просто стой, 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 стой. Не дергайся. Видишь? Как в сказке какой-то. Точно. Ага. 12 месяцев. Это самый красивый уголочек у нас. Катя, у нас здесь дом будет шикардос. Так что не переживай. А будешь мне помогать, так еще и в этом году будет красиво. Молчать ты имеешь в виду? Не, как это? Ручками здесь есть что делать. Тут, если присмотреться, смотри, пробиваются. Интересно, что это? Смотри, какие красивые пробиваются. Тут, куда ни глянь, везде лезет. Весна. Вот, смотри, 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 смотри. Видишь? Слушай, а мы их потом, наверное, пометим и все куда-то... А вот, смотри, тоже видишь? Слышишь? Мне кажется, что их надо потом как-то упорядочить. Нет? Луковки. Катюша, это твой огород. Делай здесь, что хочешь. Слушай, ну надо же, какие они. Прям белоснежные. Да. Я боюсь становиться... Хочу тебе сказать. Ну-ну. Что их позавчера еще таких не было. А как же они такие? Вот так вот, вот так вот. А здесь тоже будут такие пухлявые? Да, Катюша. А потом расцветут, да? А потом все будет нормально. Ну, что ты так меня? Тут везде все растет. Оказывается, я думал, что у нас нет на огороде. Но люк вчера унюхал. Унюхал. И у нас тоже есть подснежнички. Ты бачишь? Хорошие, мощные. Я не знаю, словами не передать. Вот то ощущение, когда ты все наблюдаешь. Когда земелька вот эта вот пробуждается. Эх ты, ладно, пошли хлеб готовить. Марат, я аж там кайфанул два раза или пару раз. Что, я могу уже мясо это делать? Да, уже может. Так ты шо, Катюня? А здесь вот я тоже видела. Снимай внимательно, будет залипательно. Что? Где-то вот я тут тоже видела. А, вот. Надо что-то здесь, ограничитель какой-то поставить. Вот ее когда просишь показать подснежники. Все, хрен ее уже остановишь. Понял? Погнала. Я вся ваша, Сережа. Ты ж не следопыт. Катенька. Да. Первый раз. За долгое время. Я последний раз на такой мясорубке еще с бабушкой пельменей делал. Ой, и я маме крутил. И ты крутил? И я крутил. Мои вы хорошие. Боже мой. Не знаю, а ну, становись сюда. Надо было еще фанерку подложить, чтобы стол не попортило. Становись сюда. Сейчас посмотрим, как дядь Дима ее отреставрировал. Марат испугался, говорит, это будет долго. Марат, это будет вкусно, елки-палки. Ты посыкуй фарш, совсем другой получается. Катюня? Слышь, покажи весь Цимис, вот прямо отсюда, как происходит. Многих даже не знаю, сейчас в наше время, что такие мясорубки были, и для чего они надо. Ты думаешь? Катя, покажи нашему Елисейке. К нам в ресторан приходят дети и спрашивают, а что это такое. А у нас телефоны, поняла, вот эти старые, кнопочные, дисковые. И ты им объясняешь. Так что, детки, вот такое вот чудо. Работает очень мягко. Там еще их много есть, отреставрированных разных. Секой фаршик получается. Ешкин кот, что за цвет, мамочки. Марат, у нас лучший хлеб мясной в мире получится. Еще бы. Ручная работа. Да ты что? В прямом приносном смысле. Шикардос. Давай я дальше продолжаю лохматить. Давай, давай, Сереженька, продолжай. А звук, а? Ты лежишь в комнате, только проснулся и слышишь этот приятный скрип и понимаешь, что тебя ждет на завтах шедевр. Котлеты? Да. Хорошая вещь, просто я очень рад, что... Тихо, 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 не падай. Что дядя Дима их реставрирует. Что Тамара долбит? Чеснок надолбал целую доску. Его там тоже надо сегодня? Да, мы его будем немножко поджаривать. Зубчиков шесть небольших я сделал, ребят. У нас еще и сухой сушет. Чеснок здесь будет присутствовать. Моряки, а точнее капитаны. И снова вдаль, за горизонт, зовет и манит, девятый волк. А на карте у нас сегодня к одному. Не тяжело? До свидания, дом и родная земля. Я уйду и вернемся не скоро. Катенька, это балдеж. Это не может быть тяжело. Все. Шедевр. Марат. Готово? Готово. Поджигай. Кого поджигать? Фарш? Нет, сковородку. Будем жарить только. Ребята. Блин, какая красота. Ты понял? И недолго. 280 грамм лука, в моем случае, получилось 300. То есть, примерно, или одна большая вот такая луковица, или две средние. Миленько порезал ее. Сейчас мы ее будем обжаривать вместе с чесночком и вместе с травками. Чтобы ничего не профукать. Так, я, короче, завожу сковородочку, да? Да. Э, гриль, родненький. Твой вихоть. А может, об планче пожаришь? Уходил я в далекий свой путь. От печали сдавила мне грудь. Так, здесь маслечко. Надо бы еще чуть-чуть долить, да? Каплю, каплю, каплю. Тут главное, я же каплю, ты сказал, что мало. Вот, нормально? Все. Тут уже твой обед. Я выключаю. Ай-яй-яй-яй-яй, еще и нож хороший. Я им резал тебе на фарш кусочки мяса просто. Вообще-то, если бы не песня, я это хотел сделать. Это мой любимый, Марат, нож. Песня важнее. Смотри, то ли рог, то ли копыта, короче. Ну, очень в руке сидит. Пчак такой. Лопатка-мешалка. А вот, хорошая. Что ты так, что давишь? Так, 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 что так? На старом месте, да, да, да. Все там, шукай. Мне, что мы этот фарш, чем-то там заправляем его? Заправляем, но нам сначала тем, что мы будем заправлять, нужно пожарить. А, пока я, короче, руки в него не сую. Нет. Наверное, его пора уже выпустить. Кого? Любчика. Ко мне. Ну да, что ты? Ну, жду, когда ты... А, ну, правильно. Вот пока капитан не разрешит. Вот, молодец. Крупала чашечка, в которой стояли. Люк, выходи. А где он? Ух ты, шо, елки-палки, шо, ниндзя? Фууууу, пролетел. Ну, ты хороший, елки, елки-кошки. Ты чудо мое любимое. Иди гуляй. Ищи этих косаток морских. А где иначе, который ты ему бросаешь? Покажи, чему вы научились. И научились ли чему-то. Так, я высыпаю лук. А шо важнее, дрессировка? Сидеть. Апорт. Марат! Ищи, ищи. Люк, ищи. Ищи. Ищи, ищи, ищи. Блин, у тебя большой опыт, Серега. Надо Катю так немножко. Марат, Марат. Будете наказан. Дурашка, иди ищи. Иди ищи. Ищи. Ищи мячик, ищи. Катя. Он высыпает лук, Сереженька. Та мы ж сегодня готовим рецепт. Шо ты как дикая. А ты говоришь, у нас же канал не за готовку, Сережа. У нас же канал за хорошее настроение. Я говорю, успокоилась. Ты можешь успокоиться? Мальчик, мой колесик, мальчик, мой колесик, мой колесик, мальчик. А потому что руки мясорубкой пахнут. Походу, у нас не только за хорошее настроение, еще и за дрессировку собак. Он его найдет. Сейчас он будет гулять, метаться, короче, искать. Смотри, как у Марата. Очень прослушный, я хочу тебе сказать. Марат, у него задатки, это просто гены, елки-палки. Именно видно, что охотник. Он его может потерять. Что? Несет. Люк. Дай. Нет. Пробку от Мартини нашел. Это тоже его игрушка. Та ты шо? Иди гуляй. Гуляй. Давай. Люк, гуляй. Сидеть. Слушай, а сидеть ты его хорошо надрессировал. Интересно. Он вообще не умеет гавкать. Уже попытки есть. Да что не умеет? Не умеет он гавкать. Как не умеет, я слышал, как он гавкает. Ищи. Я его кормлю. А, по твоим пионом. А, давай, молодец. Куда по моему луку пошел? Там клубника вышел оттуда. Вот чудик угорелый. Ладно. Хорошо, что у нас не слон. Запахло по-капитански. Просто супер. Сильно не зажариваем, чуть-чуть припускаем. И сейчас пойдут у нас две штучки, ребят. По полной чайной ложке, прям с горочкой. Орегано и тимьян. Наоборот. Орегано и тимьян. Да. Все. На шелдые ложечки разобрался? Он какую-то чашечку искал. А они просто лежат. Стакана нет. Вот они все, видишь, лежат. А где стакан? Он же порядки наводил. Тут порядки. Сережка там наводил. Нет, стакан вот. Не, я уже думал, дернули. Марат, это новые ложки. А это твои раритетные закусочки и здесь. Сережа, вообще-то, когда я тебе сказала, что ты хотел чем-то угостить Марата, я имела в виду не то, что ты ему предложил. Мне очень понравилось то, что он мне предложил. Да вот сюда надо смотреть, Сережа. Ляженку? Ёханый ты бабай, оператор. А шо ж ты меня не... Так боюсь прервать. Ты ж у меня елки-палки. Я же, Марат, хотел тебя... Запугал меня уже. Да потому что у меня уже ассоциация, ты понял? Если угостить, то значит... Эх, ты... Правильно ассоциация. Марат, второй день настаивается. Ты посмотри... Надо сболтать, Сереж. Да не надо, пусть кусками вот так вот валится. Посмотри, Марат, какой настоящий. Марат, он вам берег. Спасибо, дорогой. Народненький, поделимся по-капитански. Я буду пробовать, а ты можешь уже прям по полной чайной хорошей ложке травок. Я вот и думаю, с Ромом она должна вообще идеально. Так его по-другому не пьют. Вы лучше туда, Рома, переболтайте, Марат. Шо ты, новый коктейль? А есть такие коктейли? С кефиром. Алкоголь. Рата, с яйцом сырым Нью-Йорк. Так, по полной, да? Вкусняшка, да, прям с горкой. Прям с хорошей. Вообще-то вы должны были удивиться, откуда у нас такой кефир. Вас ничего не смутило? Не, мне вкусно просто. Калика, моряка с богатым опытом. Теперь, вряд ли, чем удивишь. Я, наверное, вся эта, моя физиология. Я, ну ты чистый капитан, елки-паводь. Не, я капитан, ты ботсман. Тебе ботсман лучше. А что, ну как, расскажите, выдайте секрет. Свете не даем пробовалу. Она очень любит это. Сефир? Хорошо. Тебе попробовать, а Свете секрет расскажем по секрету. Ох, какое у вас зеленое стало все. Так, а ароматное какое? Ты бачишь? Ёлки-павки. И я чувствую этот своеобразный аромат. А ты не можешь его не чувствовать, Катюша, потому что он там есть. Давай. Не стесняйся поближе вот так вот. Опача, опача. Давай, все, с досточки, чтобы даже мыть не надо было. Вот, там у тебя еда на камбузе. Ну, правильно, камбуз, конечно же камбуз. Где же еще кок может быть? Очень ароматно. А ты представляешь, что будет с фаршем и с сухарями панировочными? Я даже не знала, что там сухари будут. Всего лишь 80 грамм, кстати, мы их уже должны замочить. Замачивай. А ты мисочка была маленькая, освободил? А вот эта вот она? Все. В молоке? Нет, в воде или в бульоне. Курином, да? Да. 75. Перебор. 85 грамм. Нормально. И полстакана воды. Высыпай. Артезианской? Да. Не больше, да. Все. Ложечки помешать. Маратик, я так мешаю, посмотри, елки-палки. Что даже не надо и ложечка. Ну ладно, помешай. Прям детское питание какое-то. А яйца? Слышишь? Яйца потом. Он не нанесен. А Gastra, покажи. Знатно. Еще найден. Он не сушится. Он наоборот. Только-тока-тока выделяет. самого шаг даем не поставить ровно пять минут отлично эх ты не на фарш конечно загляденье получился так и хочется уже туда руками еще вкусный теперь расскажи он на машине времени занял спасибо подписчиков это действительно настоящий я не знаю как вы его делали и вы его купили в магазине но он очень вкусный это все бутылка короче это все бутылка фластмассовая когда продается такое себе вот в этой бутылке он уже именно до такого а пофигея доходится ты просто кайфуешь ешь не такой крышечку подарили у нас на барахолке бутылочка это приехал с харьковской барахолки кефир нашли в метро нам кстати подсказали подписчики как она молоке 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 обалденно кефир до называется эта фирма молоке не на раньше не попадалось может не наблюдал если валера скажу что еще осталось полстакана для него кефир осталось костя ну ну шаланды полные кефали в одессу костя приводил и все бендюжники вставали когда в пивную он сидит море за бульваром каштан над городом цветет наш константин берет гитару и тихим голосом поет марат перец надо же добавить и я вам не скажу прямо фарш за всю одессу вся одесса очень велика но и молдаванка и пресс и обожают костью моряка ах ты добренько 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 он должен такой яркий на перец а ты этот скажи мне вон там я вижу по накупал там всяких там кетчуп и всякие все возможны шов в пакете как в пакете контрабанда как говорится в цепке нет я вот прошлый раз когда покупался на плов я увидел это уникальная вещь ребята это мой любимый это сухой жареный лук жареные потом высушены я хочу вот сегодня прям вот хорошую жменью вот так вот фар ждать ой она будет хрустеть на зубах шикарно не аромат такой от него ну да еще пол жменьки ну что ты как это ладно перца тоже хватит как приятно это делать это суда то туда и можешь перри посолить можно начинать хорошо скомандовал ботман и немножко типована хлобысь а я уже только что я уже уже ввел все ради я уже перестановку сделала она уже почти уже как это фундаментально кардинально изменяться не будет вот и ну все поляна перед тобой что я хочу людям сказать многие жалуются что мы не пишем там граммовку это вот сегодня граммовку вам даю прям вот сейчас кило 200 фарша записывайте 300 грамм лука пожарить по 1 чайной ложке тимьяна орегано соль перец чеснок и замоченные в 100 граммах воды 80 грамм сухарей это основа чем мы будем смазывать чуть попозже он еще раз для вас будьте добры помедленнее я записываю так же самое и здесь будет два яйца вон вон не сушка подними лоток возьми сколько тебе надо так отсюда это аккуратненько сюда они уже рядом лежать не должны быть здесь так раджи не бьет яйца ты не знаешь я думаю этот после неудачного а я уже и забыл никогда не буду реабилитироваться елки-палки а дома вам света бьет я уже битый покупает сама пожарила яйца я на запах пришел я говорю о мне елки-палки так пришел стой валерина у меня до сих пор дом остался это другой другой же не хуже ты изменяешь валерий с другой караганочкой это прямо кота массаж для ладошек вот тот сухой жареный лук очень приятно очень так и шо да именно баллажа запекается час ухты в духовке да еще даже на гимнастику не поедем попробуй а мы хотим узнать что вам больше всего понравится не ром шикарный и виски великолепная дойдет ты делай до джина тихо а вязкая какое смотри у меня из руки люля-кебаб вываливается катюша сады и прям можешь бачишь и немножко подбивать его да ты сюда я щас побалую сначала ё-моё все нужно не заиграйся смотри может сухих грибов добавим не в этом рецепте на самом деле ребят если вы купили готовый фарш все это делается за 15 минут а потом час духовки все а шо вам в голову пришло такое приготовить это мне прислали прислала одна моя знакомая из израиля она где-то подглядела это в интернете это интернет какой-то рецепт она сказала что она попробовала ей очень понравилось и я решил тоже попробовать и сделал у себя дома и где это действительно стоит того очень вкусно побей его немного я щас все сделаю будет нормально представь что ты мою попку бьешь сереженька не было друг ли гнет елки-палки вот это другое дело собака вздрахивает от твоего вот этого вот очень красивенько скажи мне он должен там отлежаться или выкладывать его форму или на фольгу или на пергаментную а чего вы не хотите вот в той шарлотнице сделать ну мы купили форму для шарлотки я не он должен иметь форму хлеба серёга прям ручками своими сейчас вот наверное сейчас бы то что надо было как у меня для этого случая есть вот что подожди руки помою сейчас начнется я вообще хотел в гриле это все дело запечь но ты гриль заняла своим этим кулинарным шедевром придется придется в духовке но от гриля у меня есть чарт броиловская посуда отлично подойдет она великолепно подойдет вот такого размера вот пилот 200 марат есть это и то сейчас все будет нормально мне снимать трусы наверно не здесь то пусть марат когда будет он как быстренько ветерок успокоился песня сережка нчося какой лайфхак какой-то лайфхак чтобы она послушная было да я шарлотки пику поэтому с пергаментом знаком на ты еще марат айгуй а немножко смочить так теперь ты лишь надо мне хлебушек не обязательно чтобы до края он доходил уже практически так погладь его красивенько да сейчас я сделаю что делать как это обеденный или кирпичик или перья славский батон батон до слушай я уже представляю как он самое интересное что его надо остудить после этого ну да правильно его нарезать когда он уже остынет полностью даже после холодильника когда белок обратно покажем сегодня в разрезе а уже сережа завтра вам его покажет как он его будет употреблять не обещаю что он до завтра доживет а ты не будешь со мной мою еду это же как раз то блюдо претендуешь претендуешь на вот это да сережка вот чуть-чуть боков подбери буду чуть-чуть боков подбери нам было там удобнее смазывать главное чтобы высота была плюс-минус одинаковая чтобы это было все эстетично свете понравилось света пожирала все почти марат съела скушала первый раз казалось и маловато остроты первый раз в жизни вообще ну ты умеешь удивлять несмотря на возраст хорошо надо сделать полосочки как на хлебушке вот идет волне не надо да эх ты вот шикарный вид марат вот шикарный вид давай что там дальше идет выдавливая кетчуп любой или особенный вот который вы любите я люблю вот такой у нас появился кетчуп замечательно написано с амеретинским сафраном он такой ребят кетчуп берите хороший который вы действительно любите потому что мясо не только сверху будет покрыта кетчупом он и внутрь фарша немножко проникнет поэтому вкус будет зависит от кетчупа во многом дополняющий вкус и шо да это тоже нашего возьмите не то наш будет туда для детей не трогай у нас там еще есть ты не сколько же нам надо вот еще час теперь сейчас я кетчуп наберу да спит котеночек с ним так дрессируемся по ночам маратышу что это еще нибудь другое сухой чеснок еще немножко кетчупа я думаю чили да он совсем легенький тоже что ты жалуешься вот так да а я не сказала что я жалуюсь ребят полторы ложки чайной сухого чеснока марата тут все серьезно серёжа а мы тут со своими ночами он даже не слушает нас полторы ложки паприки и сейчас ты побежишь за сахаром а что тут нету вот ё-моё не обзавелся суши это прямо с дуба какая-то у тебя получается сахар очах сахарок коты спать легли не он бенька ходит беня иди сюда иди лев суши поправился иди мой хороший иди иди минкуня к сликой а агрегат она улыбнись тихо-тихо-тихо с ним так нельзя я понял иди удивляйтесьvoll это с вами марат все на тебе ложку нет я удивляюсь а почему именно чайные не одна столовая я понял все это надо хорошенечко перемешать маратик постой есть специальные гаджеты аж ничего лучше не перемешая чем вот такой вот замечательный моряцкий венчик я пойду ты забыл кто капитан здесь надо куда духовку включить надо в разогретую духовку вы отключаете на 200 градусов когда поставить выбирайте на 180 хорошо первые 40 минут вверх-вниз потом достаем еще раз смазываем и уже можно включить конвекцию у кого есть это что вообще такое первое блюдо ну понятно что не первое кайска с гарниром холодная закуска как рыба фарширована отрезать кусочек положить или хлеб тостовый он прекрасно нарежется он будет квадратиком таким детям школу от языка снял я рюк елисейки с собой сделать такой бутерброд один в одессе будет а кто с таким бутиком ходит просто быстро ну не у нас на канале ну да собак дрессируем подснежники перекапываем где твоя кисточка а когда тебе именно такая нормально будет моряцком уже есть есть а большая прям бери и маш таки думал ты меня послал духовку включать на марат маша я пойду включу духовку давай хоть что ты делаешь уж ты она такая густенькая до быстренько так 200 градусов вверх вниз правильно это я могу и я вас гречкой накормлю а луны плачут вдали который год от земли слушайте ну надо же какое блюдо смешное да веру в любовь храняй красивая бутерброда райских высот скажи мне вероятнее всего он треснет и меня не треснул серьезно треснет замажем тюму лежит заодно будет видно пропекся или не пропекся я делал из чистой говядины я думаю что это будет еще лучше все ребята увидимся через час то шучу я через секундочку что секунда прошла катюня джбунь у меня для тебя сюрпризе ты же виски вчера пробовала а ром все не пробовала марат а твоя рюмка где давай родники пока мы ждем пока духовка ну хоть помидор что ли открою же я не дал и пишу мы вчера чуть не подрались два раза а потом пошли мириться в комнату она петендовала вчера порвать эти помидоры самостоятельно я говорю подожди а у тебя уже налито что маловато тебе маловато ты же выгул где в бокале вот она раритетная ты шо харьков благодарочка они говорят уже второе видео стоит баночка да люди наблюдают и шо я мужик такие елки-палки не отдал ей надо света дождаться сейчас миланюшку убаюкает и нет миланюшка не спать поехала а просто кормить собачек и и ну куда ты лезешь ну что ты как это ну подожди специальный инструмент то нет нет ты должен первый так а я с вами кефира бахну правильно давайте выпьем за здоровье наших вообще-то я хотела достать марату помидору подписчиков а ты взял и за здоровье наших подписчиков ребята ваше здоровье что вы нам были все здоровые родненькие ваши любимые спасибо что смотрите спасибо что пишите спасибо спонсорам ладно да не смякай ну попробуй ром ну не порть себе рот этим вот и меня предварительными ласками я должна это делать поверь мне с ласками меня все в порядке не мне тебе рассказывать а со мной ботман вот эти вот так кефира ой наоборот что вкусная помидора или ром хотя ром вы уже на запей кефиром помидор будешь что тут этот бегемот когда территорию метит обалдеть да вкуснячая фантастика джессика тамара на еще одну баночку вышлет это это не так не не те помидоры но те тоже были с хреном нет это это ребята который нам клумбы прислали с харькова до а джессика тамаровна с борисполя там где юрочка живет да можешь есть одну штучку не больше не я еще претендую ляске фирпи я хочу дождаться все-таки этого хлеба блин зачетный вкусно на самом деле вот блин как как у света пищу ну все можем заходить куда ну вы сейчас будете ставить его анчу духовка нагрелась как ребят увидимся через секунду там красивый такой правда показать румяный сколько можно приоткрывать мазана еще когда когда надо будет 1 смазать через сколько минут через 40 минут будильник и поставил слушай шедевр вишках парить слушайте красавец марат обалдеть тихо 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 не кувыркаться все погнали дальше ёханы баба слышь от вилку поварёшку вчера оторвали тысяча восемьсот девяносто пятого года да ладно век на лодке не кататься тут если короче увеличить я фотографирую увеличил клеймо петуха какого-то то ли курицы покажите как у нас на барахолочке немецкая а кто ее знает петухи это немецкая защита мы еще вчера супник оторвали марат и чайник слышите я только хотел сказать а что ты как это елки-палки да ладно недаром на барахолочку сходили тоже позовите я уже созрел все договорились чайник просто марат и тебе сейчас покажу книгу ты обалдеешь ты сейчас ты сейчас сразу поймешь почему именно боженька так сделал меланюшка едут у папы книжка моя всем известная ай-яй-яй-яй-яй я тебе сейчас найду где тут музей липованский нет книга это моя липованская чайник за и узнаешь марат один в один у нас там есть краеведческий музей города вилково упал липовани короче там вся первая лодка липованская там очень много удивительного и вот такая посуда с такой посуды раньше липовани формой заваривали чай так что смотри а вот это то что я говорю вот это вот ерик видишь все в рязке вот здесь вот лодки ходят а вот тут живут люди а вот навак растет это именно сорт винограда который прижился у нас у нас на болотах до единственный сорт который прижился на болотах и вот вот так он растет красиво так ты что джунгли курят елки-палки вот саму вино то дышу а вот смотри липован так это мой прапрапрапрапрапрапрапрадед елки-палки чай пьет пасы из какого самовара я хочу вилково марат ну поедем смотри виноград со стравов привозят сдают его потом вот он так вот выглядит все марат я так наговорился что уже выезжаем ну его в баню собирайтесь ребята всех просим в липованские края кайфанете так что я тебе говорю что нигде вот даже подобного вы ничего не видели назад в будущее и себя уже аж перхать цепится но я тебя собой возьму там еще тот молодец собака в доме появилась маратик сколько время прошло ухты елки-палки сковорода люк с ягода горячо здесь модели обалдеть я даже не сомневалась у нас треснет остаться в покое так должно быть аккуратно маратик я смотри можно было метро всунуть ну мы забыли шо конечно давай сунем радузник давай помажем потом сунем а шуте мешает я же засуну и высуну пусть сейчас покажет температуру внутри катюни тебе видно дайте разве ушки телезрителям нашим показала так уже на том как готова мы только еще мазать собираемся 10-15 минут и все одно вам они мешают а сочный какой-то посадили бульон бульон так как котлеты по вкусу плюс-минус да немножко из-за спец короче 55 да я достаю его пока все прям замазывает полностью все щели все сачок пошел это супер он потом себя вберет этот сок его не останется конечно это главное его попробовать холодным а у вас был ну это 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 будет правильно шо такой где выделяется конечно был бы рада на дне даже не обязательно это зимой даже хаш не приготовим катенька молчи уже весна несмотря на что февраль вы знаете а я бы один раз бы скушала мы можем в афгане тебе сделать почему нет как нибудь до сих пор ем и удивляюсь как вкусно очень еще один раз оставить давай еще один раз давай сейчас пойдет 5-7 минут я зашпаклевать да да она сейчас зашпаклевается все бросая корсей шпаклевочке пойду так хорошо получается так где тут вход не люк лег на место сми соня ребенок потому что поел поспал погулял поел поспал так это вот так вот все о заводил до вентилятор сразу елки-палки шок карлсон так ну ждем у марат всю фенита ля комедия выключаем обалдеть ребята присядьте потому что можете прилечь из такой видеть обалдеете ёшкин кот катюня фут в лицо ты посмотри как он точно шо хлеб получился а ну подождите когда я вспышку передай всю всю прелесть хочешь magic вот стой так смотри ты ткнешь сейчас я загоню так температура сушил ну кому надо вот такие секреты когда ты вываливаешь раньше времени то что там даже чуть-чуть передержали не норма 70 отлично отлично все засовывай его хорошо 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 смотри не потекло поняла катюша поняла он еще живет ребят еще 20 минут выключенной духовке обязательно потом достаете его остужаете уже при комнатной температуре и кладете в холодильник правильно я сказал кладете и когда он уже остынет вот тогда это будет настоящий продукт но мы вам конечно покажем сейчас в разрезе через 20 минут буквально так вынесли на улицу он быстренько и остыл нет сейчас он должен минут 15-20 постоять и медленно остынуть все вот эти соки которые из него вышли они сейчас войдут обратно и это будет ему просто вот как это самый цимиск как говорится в одессе таки да ты такой красненький хотя пили мы кефир грибущий в кефире дома жарко да я знаю чуть-чуть мне хватило музыка а а теперь музыка ребята слышишь я этого самурая по хлебу еще не этот не выгуливал ну шо постояла короче ребята пошло все не по сценарию не у нас жижа немножечко есть но потому что сочный свинину добавили а затыкать ты сейчас кайфанешь обалдеть можно на блестящий я даже не знаю я попросил катю хлеба купить обеденного думал сейчас там в режу так узнаешь на кусочек судя по толщине нашего хлеба так надо хлеб вот так вот открывать и туда всовывать на половинку не забудь ты уже в конце концов штуковину саты японским ножиком да по нашему хлебушку обалдеть бутерброд очень вкусный марат это не тмин в гросс лебентале пекут а что это подумай бубочки на шо похоже льняные бубочки да да но в том случае с тмином да очень вкусный тихо аккуратно катюня даже не знаю что прям по центру марат а какой упругий короче это просто котлета получилось катя ну так не не возьму невозможно так говорить что значит просто котлета утром когда вы его с холодильника достанете и нарежете тогда он будет резаться тоненько же к нам на завтрак приезжаете ты посмотри какую любую вгд марат я даже не 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 мы так мы так старались дай я уже хочу людям передать всю прелесть что из этого получилось обязательно родненькие обязательные и не одна самые лучшие лопатки пойдут на это дело ты шоу там вы увидите это как мясной рулет как дефил де фиш только из мяса к тебе видно так я почти не давлю так ты не дави лучше все эти соки должны на самом деле внутрь внутрь их не надо выдавливать засосутся марат засосутся родненький хорошо тихо 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 у меня такое диетическое все получилось очень тут же нету ничего вообще такого чтобы ты шоу вот это настоящий моряцкий мясной хлеб слушай такого бутербродика навернул я думаю что может до сингапура на веслах грибсти туда и обратно и так раза четыре ребята можно положить там что вам нравится там кусочек какого-то листика салата огурчик соленый на булочку или на хлеб огурчик соленый помидорчик но мы сегодня будем будет парадик не обязательно не обязательно я даже рад что у нас вот этого джижа осталось потому что это самое вкусное шоу может быть вот вкуснее бутерброда вот век на лодке не кататься никто никогда то ты что не вообще ай-яй-яй шикарный вид ну что тут скажешь у меня аж больно там вроде живота надо лечить срочно на такое смотреть друзья к я извиняюсь вы смотрите это по телевизору я стою это руками трогаю понимаю что через мгновение я это буду пробовать и меня дурно елки-палки родники наберитесь терпения ёшкин ты кот ювелирочка пошла а ювелирочка ну куда же вот так вот и разрежь пополам не катенька это твоя портсайка не мара я для вас вообще-то о вас заботилась смотри тогда на ли обязательно безусловно серёжа что влезет ну хоть померить можно давай давай ну давай поднажмись а я подпихну позвони скорую зачем пусть рядом постоят хорошо вдруг спрыгнет там а знаешь как это у нас была такая девочка в школе у нее периодически челюсть выпрыгивала серьезно народить не хочу быть той девочкой так что будем есть медленно и культурно у меня помидорка есть кушайте мальчики кушайте ребята очень вкусный а давайте по-честному я вчера прямо именно по моряцки грудью на амбразуру кидался и защищал эти помидоры чтобы попробовал их ты всем досталось помидоры шикарная света а вот с этого момента а подробнее я вон тебе не то чтобы не было вот это мне нравится я сейчас над сосу нет над сосешь ты то другое кто-то в другом это именно моя ты такое когда-то ел марат никогда это на самом деле даже в горячем виде она обалденно вкусно холодно будет все кто придумал что оно должно быть холодным люди люди кулинарные традиции маратик это шедевр ну очень просто и незабываемо вкусно граммовка все было сказано несколько раз ребята пробуйте делайте быстро удобно дети очень любят это мы еще посмотрим марат сейчас упадет у вас а по нам не видно а вы что дети а то ложись там сады дуркоды слонята жеребята можно не попробовать а маленький кусочек извини моя девочка чисто заигрался невозможно остановиться вот на попробуй очень вкусно нереально вкусно я я придержу не переживай угу вкусно как это я когда такое вижу и понимаю что не то место черной дыры назвали талант елки-балки я не стыдно я люба короче друзья те души с вашим настроением для вас сегодня приготовили вот такое на самом деле марянская хорошая вкусная буду марат и одесский план всем пока-пока чао у меня полный рот я даже чего не смог сказать я за тебя сказал блин как я смерти кому дал а а или это же кетчуп этот и медики и чили да это что-то бесподобное я думаю что свете не хватало вот этой остроты немножко ты правильно сегодня сделал все таки умею я что хотел сказать у завтра если отрезать кусочек и отнести там в любой ресторан любому шипову дать попробовать сказать что это фаршированная рыба полипаванский он таки поверит потому что это на самом деле таки да обалденно шедевр есть хлеб еще остался вкуснее чем у меня получил обалдеть а ты дома доел уже почти так у это в основном вот сеточки половинку и заберешь а это мне наутро а это а это маме цвета сейчас попробует и хватит пусть доедает то что дома то елки типа ладно снимаешь еще помидоры попробовала и хватит давай туши дай покушать спокойно шедевр шедевр